МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Единственный первый в мире автомобиль предложил нам полный привод. Ауди Кватро. Ауди Кватро в версии А6 продавался великолепно и до сих пор продается. Дальше пошла версия Allroad, но чуть повыше. И видя на то, что в сегмент Кватро, в сегмент полного привода влазят все премиум автомобили, и потом делают... Вот смотрите, да, я любитель Мерседесов, но в КМЛ-ке и в ЖЛ-ке вопрос у меня возникает. Ну ладно, это вот какая-то тенденция непонятная. Вот. Другой автомобиль. Вот BMW. Ну, наверное, так и надо. Американцы захотели не только возить дождик на колесах, но и захотели еще и ездить с большим комфортом, и быстро ездить. И вот тогда появились и иксы. И вот, глядя на все это, в удовольствии Audi сказала, все, ребята, на рынок. Теперь мы выходим на рынок. Выходим на рынок с брутальным автомобилем. Когда-то такое должно было случиться. Фирма, никогда ранее не занимавшаяся внедорожниками, да и полноприводными автомобилями, в битве за американский рынок решила сделать букву X. И появился уазик от BMW. Ну, вроде поперло. Хотя, честно, X5 это не пятая серия по комфорту. Ну да ладно, с вентилятором и в помпасы. Хотя, если честно, то никуда на полноприводном универсале вы не заедете. В смысле туда, куда без напрягов проедет обыкновенная вазовская копейка, уазик или геленваген. Не знаю, кого и какая муха укусила, но Volkswagen раздул и выродил Туарега. И на единой базе появился и Q7 и Каен. А раз Audi это топ Volkswagen группы, то это полноприводный люксовый кроссовер, дебютировавший в сентябре 2005 на франкфуртском мотор-шоу. Q7, а точнее тип 4L, базируется на модифицированной платформе Volkswagen Group PL71. И, являясь продолжением концепта Audi Peak Spike, рассчитывалась в основном на покатушках по асфальту, нежели в попытках стать внедорожником. Ну и преимуществ у этого автомобиля должных-то и нет. Разве что, эта машина, собираемая на заводе в Словацкой Братиславе, заслужила максимальные оценки по американскому рейтингу безопасности Института страхования магистрального движения. Это вам не Евроэнкап, там скоростухи-то побольше. Надо полагать, что раз машина затачивалась под тех, кто любит трейлеры за собой таскать, то с движками здесь все в порядке. Да, это так. Трехлитровики турбированные качают от 280 до 328 кобыл при крутящем моменте от 400 до 440 ньютонов на метр. В ряду бензиновых двигателей еще есть стандартные 3.6 и 4.2 с 280 и 350 лошадиными силами соответственно. То есть, покупая даже бушную кушку, россиянин начнет куковать с транспортным налогом. Хотя, если на все фиолетово, то самый выдающийся дизельный твинтурбированный 12-цилиндровый движок есть, который сумасшедшим образом разгоняет это чудо до сотни за 5 секунд, со своими 493 лошадками и крутящим моментом в 1000 ньютонов на метр. Такая машина наверняка пригодилась бы владельцам американских леспромхозов, потому как может тащить 40-тонную фуру с лесом, если поставить в нейтральный тягач. В остальном, Audi Q7, получив проблемы с Q, проблемы с Nissan, который ранее запатентовал свою Q, может продавать только Q7 и Q5. Вот даже Q3 появилась. То есть, с ума сходить далее они будут вместе с BMW. Кстати, Q от Audi это ничего более, чем намек на ту самую Quattro, благодаря которой аудюха когда-то ушла в отрыв. К сожалению, ни оторваться, ни даже нагнать X не удалось. В Европе они продаются в 2 раза хуже бумеров, в Америке в 4 раза, в России в 5 раз. Так что лажечка большая какая-то получилась. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ